Если девушка не научилась слушать отца, брака и старше в доме, то у нее жизнь не сложится в женихе. Это так. Понимаете, проблема заключается в том, что отец, брат и дедушка не всегда бывают старшими в наше время. У нас нет культуры, нет образования. Часто родители не всегда могут подсказать, как правильно. Чаще всего они могут ошибаться. Поэтому девушка должна найти себе духовную жизнь. Она должна найти себе культуру какую-то духовную, которую она имела старше. Каждая девушка должна войти в общество людей, которые занимаются духовной практикой. Какое общество? Какое вам ближе? Вот какая у вас культура? Как вы понимаете духовную жизнь? Куда летите? Это очень ценно знать, что духовные люди – это настоящие люди. Все остальные недоразвитые. Простите меня. Простите меня за это выражение, но это правда. Вот те люди, которые работают над собой, в совести нет, идут к Богу, изучают, кто такой святой, имеют наставника в своей жизни. Это разумные люди, настоящие. Это цвет нашей нации, это цвет нашего общества. Понимаете? Настоящие люди, на которых можно опираться в жизни. Из них, правда, есть кто-то фанатичный, там кто-то такие, которые всех ненавидят, ходят, плюются, вот все другие веры. Но это просто недоразвитые, они как бы потом не справятся со временем. Они научатся потом правильно верить. Но большинство верующих людей очень глубоких сердцев. Они имеют наставника, они презво смотрят на жизнь. Они могут терпеть, они могут понять, они могут простить. У них много положительных качеств. И они могут посоветовать за кого-то идти замуж. Поэтому найдите себе такое общение, и вы защищены. Не факт, что если вы не можете, не учились слушать отца. Если вы не научились слушать отца, брата и старших, это значит, что у вас не хватает разума слушаться. Это факт. Но его можно воспитать в отношениях с настоящими старшими. С настоящими старшими. Причите настоящих старших и слушайте советы. И у вас все будет хорошо в жизни. Иногда родители бывают настоящими старшими. Тогда грех не слышатся. Если видите, у вас родители работают над собой, религиозно наклонены, они по понятиям живут. Надо слушаться. Это значит, вам повезло. Вот Игорь, который сейчас консультацию дает по здоровью. Со мной приехал мой побочник. У него такие родители. У него родители очень глубоко верующие. Православные люди. Кстати, он другой традицией, они не против. Православные люди слушают мои лекции при этом. И они очень глубокие и очень настоящие. Он постоянно их слушает. Все наставления, которые он дает, он немедленно принимает в свою жизнь. Можно ли сравнить жение сердца с эмоциональностью? Это и есть эмоциональность. Но она однонаправленная, понимаете? Однонаправленная. Вот и дурочка моя, трубодурочка. Чего же искудала фигурочка? Не может обратиться к врачу. Не лечить Бога Дмитровичу. Однонаправленная, понимаете? Вот это неправильно. Значит, нужны советы. Нужны ждать, что если эмоции идут в одну сторону. Жжет, горит сердце. Мучит рот, какой бывает. Это страшно для мужчин. Обязательно нужно в это время успокоить свою ум. Женщина не всегда может успокоить молитвы. Не всегда. Такое не всегда у женщины бывает. Но если женщина послушала совета, она успокаивается, потом может молиться уже. Часто для женщины сначала надо послушать совета, потому что совет женщину охлаждает сразу. Вот какая она бы ни была эмоциональная, если ей крезвую мысль каждого раза встыла, и потом дальше молитву должны идти. Мужчина сначала молитва, успокаивание сердца, а потом совет уже. Понимаете? Потому что если мужчина с Женей началась, мужчина имеет совершенно дубовую природу. Ему ничего не поможет. Он не может танцевать остановить. Кроме молитвы. Внутренней жизни никаких советов ему не помогает. Ничего не в этом случае. Помолился, успокоился. Хорошие вопросы. От простуды привязываю ветки сосны, правой руки и ноги. Насколько нужно привязывать в такое время дня? Я бы не стал на этот вопрос отвечать. Обычно говорю, у меня с вами геморрой, у нас, у меня и у тебя. Если мы будем с тобой об этом разговаривать, 600 человек чем будут заниматься за это? У них геморрой нет. Но это хороший вопрос, потому что я сейчас вам объясню. Вот смотрите. Это такое уникальное открытие, что больные деревья, они все вирусные заболевания лечат. Простудные вирусные заболевания. А также герпесы, все, которые возникают в простуде. Как пользоваться, совет для всех одни. Берете там елку, сосну или пихту и нюхаете для вынослировки. Если запах приятный, свежий такой, нравится, значит, тогда это дерево вам выручивает инфекцию. Причем, в один раз приятная сосна, другой елка может быть. Надо иметь три комплекта. Можно на сушеном гелеве. Три гелева, которые в вашей местности есть. Их-то бывают у вас, нет? Бывают. Ну, значит, три. Вот три варианта. Берете левый носок, нюхаете. Свежесть пошла под одной больше, чем с остальными. Берете веточки, нарываете ветки хвойного дерева и ставите вазу к дому. Две недели можно стоять и будет действовать. Отрываете пальцем кусочек с иголками. Обматываете винтом обычно. И делаете такую повязочку. Два кончика винта свисали, при середине обмотанной, значит, не кололась. Вот такой величины. Для детей вот такая маленькая. Для маленьких детей вот такая маленькая, сантиметр. Для взрослого человека опять сантиметр. Привязываете на запястье, вот здесь сверху, на руке. И так же спереди, на лодыжке, на ноге. И носите с 6 утра до 13 дня. Смело. Если у вас начинаются признаки простуды. А если вы уже заболели, у вас температура там, и вот сгнобит, то постоянно надо носить. Идем и ночью. Это железная гарантия, что вы вылечитесь от этого заболевания. Без осложнений. Очень быстро. Без всяких проблем. Не нужно ничего больше делать. Этого достаточно. Уникальность и простой способ. На правой руках, правой ногой. Иногда, если у вас температурнее, тяжелое теплее давление повышается сильно. Иногда левая рука, левая нога помогает. Если вам сильно жарко в жизни, сильно повышается давление, значит левая рука, левая. Но в основном большинство людей 90%. Правая рука, правая нога. Как определить? На правую руку, правую ногу поставили, сзади не помогло. Никак не лучше не стало. Значит на левую руку, левую ногу привязывали. Но железно, если вы привяжете, как надо, вам поможет за один день легче становится уже. За три дня все проходит. Вам поносить надо еще три дня, чтобы не возникло на всякий случай. Потому что неделю иммунитет вырабатывается от вирусных инфекций. Нет, надо только ветки привязывать. Потому что речь не идет о фитоцитах, речь идет о биологической энергии дерева. Она обладает огромной силой. Если вы вообще не хотите болеть простудой, у вас постоянно пичит, домик, простуды, 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 простуды. У кого так? Вот вам всем, которые удлили руки, надо в спальне ставить постоянно свежие ветки сосны. или елки, чтобы вам больше нравились. И все, у вас простуды не будет. А? И у ребенка, пожалуйста, поставьте в него спальне ветки. Две недели постояли, следующие сорвали, поставили. А? В воду поставили. А если детство аллергия на сосну, то это карма? Да. Но это не такая плохая карма, потому что бывают аллергии на волосы мужа. С детства бывают аллергии на волосы будущего мужа. Это уже плохая карма. Все познается в сравнении. Человек рождается снова. Значит, его уже нет в тонком теле. А где он? Что такое тонкое тело? Это вот, допустим, вот я вот вся такая, понимаете, вот такая. Это не есть тонкое тело. Вот какая ты, вот тебя чувствуешь, какой ты чувствуешь себя, это есть тонкое психическое тело. Это есть ты. Вот ты остаешься тем же самым человеком, понимаете. Просто тело бывает разным. Если, допустим, ты хотела просто в жизни вот приезжать и кушать. Допустим, вот время есть свобода, раз, тепла, отдохнула. Поела вкусно, опять отдохнула. Поела, опять отдохнула. Вот вся жизнь так возникает. Тебе так только разошли. Работа все дотрясет. Значит, самое лучшее для этого, самое подходящее тело, это дело свиньи. Ты чувствуешь себя тем же самым человеком. Вот ты та же самая. И тебе полностью все условия для этого предъезда. Потому что лучше, чем ближать в луну, чем сия никто не может. Наслаждаться отдыхом лучше, чем сия никто не может. И кушать все подряд лучше, чем сия никто не может. От всего она испытывает жуткое счастье. Посмотрите, как с меня. У нее глаза такие нектаром наполняются. Он маслый на такие. Она изражение кушает, а она застазит. Или трясет даже от этого. Она испытывает глубокое счастье. Почему? Потому что любые желания имеют свое тело. Надо об этом знать. Каждое в этом мире, любое тело предназначено для осуществления своих желаний. Вот допустим, самая высокая мечта, высота, высота, высота. Хорошо? Тело птицы. Нет проблем. Летает. Не надо тепло, а летом училище заканчивать. Не надо. Родился уже и поедел. Все. Летаешь всю жизнь. Нет проблем. Подводное. Подводное нравится больше всего в жизни подводное плавание. Пожалуйста. Тело дельфина. Плавать сколько хочешь. Наплавался. Если захочется потом работать над собой, изучать, как правильно жить. Тело человека. Понимаете? Очень много видов жизни существует в этом мире. И только человеческое тело предназначено для того, чтобы понять, что это внутренняя природа, которая не умирает. Это и есть я. Вот этот характер, который я имею, все это остается навсегда. Просто не всем нужны мозги. Вот если человек спивается, он пьет и пьет, ему нужны мозги или нет? Значит, он получит животную форму жизни. Там нет пастух и классно. Он говорит, вот напился и классно жить, а когда трезвый плохо жить. Значит, он целенаправленно оказывается в человеческой форме жизни. Человеческая форма жизни предназначена только для работы над собой. Не для работы, не для того, чтобы на квартиру, накопить не для того, чтобы детей воспитать, а только для того, чтобы пастичь свою внутреннюю природу и свои отношения с Богом развить, с высшей истиной. Понимаете? Для этого человек рождается человеком. Нет другой причины. Нет другой причины, мой хороший. Но почему-то не хочется это понять. И хочется делать все наоборот. Чем угодно заниматься, кроме самого главного в жизни. И потом мучительно больно будет тело оставлять в этом направлении. Вы, Олег Иначе, по утрам молитесь с женой вместе или нет? Вам сказать честно? Синхронно или каждый сам по себе? Здесь я не понял. Как молитесь вместе с мужем? Как молитесь вместе с мужем? Женщины такие богатые ночи и страшные делали. Синхронно смотрели. Начал чуть-чуть делали. Сейчас объясню. Когда я молюсь, начинаю очень громко молюсь. Очень громко мужчине дается чувствительная женщина всегда. Есть Дао такой философ написал трактат свой и у него в трактате есть раздел о семейной жизни. И он пишет быстрому медленное, жаркому холодное, громкому чувствительное. Это означает гармонию. Гармония, понимаете, что отмечает? Неудивому обничивает, медлительному быстро, опаздывающему слишком быстро. Это гармония, так всегда люди встречаются. У меня же она не переносит ни одного громкого звука вообще. А я люблю молиться, сколько громко. Поэтому мы с ней молимся в разных комнатах раздельно. Понятно, да, идея? Но вместе. Но в разных комнатах. Люди всегда могут быть очень разные, но должны быть вместе. Для этого нужно просто понимание. У меня жена очень тяжело быстро все делать, и она очень длительная. И она, наоборот, скоростной. Это хорошо. Разначает гармонию. Ну, не согласны, с ним? Продолжение следует... Как тебе с женой? Так же, как все? Как научиться молиться? Молиться можно только научить. Вот если вы хотите научиться молиться, вы идите туда, где молятся, выберите себе какую-то культуру. Вы берите себе и сходите в храм. сядьте рядом с человеком, который молится и попробуйте то же самое делать. За 40 минут вы научитесь молиться от него. Это значит передача духовного знания. Понимаете? И будете молиться так же, как он потом. И это будет ваша практика. Вот мы повторяем, я желаю всем счастья. Это тоже молитва. Потому что мы не можем здесь молиться. Представьте, сейчас все молиться начнут, каждый по-своему. С ума сойдут. Один одно повторяю, другой концерт будет. Повторяю, я желаю всем счастья. Поэтому это предварительное знание. Есть, смотрите, три типа образования. Первый тип образования. Самое незначительное, беда, говорится, самый последний тип образования. Это образование какое? Профессиональное. Чем люди все и занимаются. На следующем месте более важное образование. Это образование нравственное, чем мы сейчас с вами занимаемся. Оно в нерелигии, понимаете, находится. Но нравственное образование человек, который в сердце веры Бога не имеет, давать не может. Какая-то вера должна быть обязательна, потому что нравственное знание всегда духов верующего человека есть. Следующее, самое главное образование религиозное проводится внутри религиозной группы. Когда человек выбрал веру, он там уже получает духовное образование. Его нельзя давать везде вот так лично. Это происходит интимное образование. Оно дается внутри группу людей, которая как бы этим занимается. Понятно идея? И человек обязательно должен выбрать себе веру, без нее невозможно жить. Даже если вам не выбралось, куда-то ходите, где-то учитесь молиться. Иначе не будет никакого развития. Скажите, пожалуйста, соблюдать режим дня нужно по астрономическому времени. Если не ошибаюсь, 12 часов дня астрономически это 14-15 местного времени. Так это или нет? Да. Все значит, 6 часов по-вашему это 8-15. То есть 8-15 утра это крайний срок для женщин, когда нужно вставать. Ура! А для мужчин лучше как минимум 7. Чуть пораньше чем этот канистол. 10-11 часов это крайний срок, можно ложиться спать. Но лучше в 10. А? Это по-астрономически так совпадает с местным. Знаете почему? Потому что Ленин он время отправил декретную отпуску. Слышали декрет о времени? Да Ленин сделал, потом все забыли об этом. Но сделал декрет о времени и на час сделал позже время, чем обычное. По всей стране. Поэтому в некоторых местах 2 часа, в которых еще есть смещение местное, а в некоторых час разница остается. Представляете что творится? До сих пор Ленин до сих пор на время влияет. Медведь все исправил. Ну так, если бы исправил сейчас вылазил, сделал все правильно. Но он по-твоему сделал. Правильно сделал, что летнее и зимнее время брал хорошо. Но надо еще декрета. Время вытащить из декрета опуска. Началось. Что делать, если родители не дают советы, как из-за кого выходить замуж, а говорят думай сама. Я уже ответил на этот вопрос. Правильно делают, если сами соображали. Правду надо сказать. Еще раз напомните, как важно соблюдать дожив дня. решение семейных проблем с помощью Олега Геннадьевича. Хороший способ кстати. Постоянно по этому поводу спорю с женой. Но у нее на этот вопрос находится миллион оправданий. Ложных на первый взгляд. Спасибо. Объясняем мой хороший. Не трогайте женщин свежим вам дня. партии покоя. Если вы хотите соблюжать режим дня, соблюдайте сами. Если жена вдохновится вашим соблюдением дня, режимом дня, она будет вставать чуть-чуть пораньше. Потому что женщина не должна быть слишком эстетичной. Она должна таскезы совершать в сострадании любви к людям, прощении, принятии, смирении и послушании по отношению к мужу. Допустим, муж говорит, будем вставать рано. Жена должна сказать, ну хорошо, мой хороший, если сможешь менять и взять низкие в ванну, тогда я смогу встать пораньше, если не сможешь, прости. Потому что у женщины психика так не устроена, чтобы всегда самой вставать рано. Она может это делать по вдохновению. Пускай психика более сильная, то есть мужчина должен совершать эстетичный. Он должен спать на желтом, отливаться ледяной водой, должен поститься, учиться, он должен мучить свое тело, заряжиться и так далее. Женщина не должна слишком сильно отвлекаться, потому что она как мужик станет. Интересно как мир устроен, что женщины включаются в зарядку, ближай дня, воплевание холодной водой чаще, больше, мужчины. Женщина бегает, встает, а утром зарядка котель текает, муж водит такой. Вот это уже означает извращение. Жена должна стимулировать мужа, чтобы он раньше вставал. Она должна так сделать, чтобы он не мог спать полтрам. И чтобы не было никаких шансов. Не утром делать так, чтобы горячая вода не текла. Телевизор должен ломаться каждый два дня. Обязательно. Что-то сгонило. Надо помогать мужу стать мужчинам. Помогать. Очень тайно, мягкий способ он помогает. мужчинам. Допустим, если он любит выпить, разбавляйте ему. Пускай он привыкнет, пускай он думает, что 40 градусов означает 10. 10, как 40 воспринимал. Не давайте ему напиваться. Делайте что-то. Снотворное подсыпаете водку, чтобы заснуть. выпал чуть-чуть, бац, и все. Что-то надо делать. Женщина должна хитрость применять для того, чтобы поступать к мужу. Но если она начинает рамой вставать и ненавидеть мужа за то, что он рамой вставит, это уже извращение. Женщина должна не Богом побуждать мужчину менять свою жизнь, а не тем, что она становится мужчиной. Например, если женщина работает, а мужчина не работает, он говорит, я работаю из-за того, что ты не работаешь, да. Неправильно как ходит жизнь. Если муж не работает, жена будет продолжать работать. Она говорит, все за мужем, все как муж. Она за нем следует во всем. Я как бы следую за своим мужем, поэтому если мой муж считает, что не надо работать, я тоже не работаю. Я всегда за все держу за мужем. Я говорю, правильно. Вместе не работаем. Все. Кто первый на работу, подержишь. Допустим, дети плачут, кушать хотят. Ситуация такая. Что женщина должна делать? Должна подходить к мужу, тоже плакать. Говорит, мы хотим кушать! Знаете, как мужчина тяжело кушает? Он скажет, он будет слушать, слушать, слушать. Потом скажет волшебное слово и пойдет к работе. Что что делать? Так же женщина воспитывает мужа. Слабость у своей. Слабость. Мужчина сидят. Слабость. 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 Такое произведение, что ты на каждой лекции говоришь. Одно и то же на каждой лекции. Пятьдесят раз мы можем вам сказать. Что, неправильно я делаю? Правильно. Знаете, я вам одну вещь скажу. Вот нравственное знание, оно всегда одинаковое. Мне больше сказать нечего. Простите меня. Вот кто пришел устроить лучше, еще что-то. А знаете, я одну вещь скажу. Если вы духовной практикой будете заниматься, вот там уже все развитие идет бесконечно. Все глубже, глубже, глубже. Но я не могу сейчас вам духовное знание давать. Я не могу вам рассказывать о том, как духовный учитель, наставник, святой человек в сердце утверждается, живет там. Сияет там, как солнце. После того, как ты все глубже и глубже строишь с ним отношения. Но все равно в это не поверите. Вы подумайте, что это сказка. Большинство из вас. Кто-то поверит. Ну, значит, вы готовы к духовной жизни. Но большинство людей, при их слове, услышать о том, как надо жить просто. Понимаете? Как просто жить. Потому что есть более глубокие вещи. Но эти глубокие вещи уже специальное образование. Понимаете? Нужно свои веры получать. А что делать, если уже развелся? Жить что-то? Раскаяниться? Жить. Жить для того человека, который совершил плохой поступок. В чем жизнь его заключается? Раскаяния. Есть два типа жизни. Понимаете? Один тип жизни внешний. Другой тип жизни внутренний. Вот, допустим, ты уже развелся. Ты уже сделала аборт. Убила ребенка в своей утропе. Хорошо. Уже это сделано. Что делать? Ничего. Надо жить. Но жить определенным образом. Человек должен молиться святому человеку о том, чтобы тот дал ему шанс. Понимаете? Нужно молиться святым людям о том, чтобы дали. Это называется раскаяние. Раскаяние означает, что я плохой, я плохой, я плохой. Ну хорошо, плохой, все дальше. Раскаяние означает, я плохой плюс, хочу быть хорошим. Плюс, хочу быть хорошим. Понимаете? Дайте мне шанс. Я хочу прощения. Пожалуйста. В комплекс приходит прощение. Допустим, аборт сделала, что возникает в сердце? Холод. Ненависть ко всем, к себе, к мужу. Ненависть к семейной жизни у женщины возникает. Она просто истощена психически все. Ей очень больно, плохо. Она не любит никого. Противно все становится вокруг. Это означает, что на проте это уже на семейную жизнь все. У нее не будет нормальной жизни детей. Она сделала аборт. Семья предназначена для рождения детей. Секс предназначен только для рождения детей. Вот люди занимаются сексом. Занимается вот эта половая энергия. Накапливается для чего? Для того, чтобы она вошла в будущего ребенка. Она накапливается в женском теле. Если секс идет? Идет. И при этом ребенка не будет? Не будет. Что дальше будет? Эта энергия, она пойдет против семьи. Вот она накапливается, накапливается. Лет пять занимаемся сексом. Детей не хотим. Что дальше будет? Вот к этому человеку, с которым ты занимаешься сексом, будет жуткое отвращение. И ты ничего с этим сделать не сможешь. Та же самая энергия, которая нужна для зачатия детей, для того, чтобы их выращивать, она куда пойдет? Против семьи. Начнет разрушать отношения. Ненависть, жуткая неприязнь. Даже половых отношений возникнет человеку, и ты с этим ничего не сможешь делать. Потому что семья предназначена для того, чтобы рождались дети, для того, чтобы вы так развлекались. Если не можете родить ребенка, у вас бесплодие, прошло время, берите на воспитание. Эта энергия половая в него войдет, в этого ребенка. Хоть вы его не рожали, она в него все равно войдет, и семья сохранится. Понимаете идеи или нет? Аборт, что значит? Это значит, что я предала свою семью. Все. Иногда бывает так, что начинается ребенок, женщина идет на УЗИ, и там видно, что кора головного мозга не развивается, а уже 3-4 месяца ребенка. Это значит, что он будет как животное. Понимаете? Будет родиться человеком, но будет как животное жить. Делайте выбор. Ваш выбор. Я в этом случае не могу сказать, что не надо делать аборт. Не могу. Понимаете? Не могу. Вот меня одна женщина спросила, я ей не мог такого советовать. Это ее решение. Допустим, мужчина... Да, пора заканчивать. Мужчина, допустим, приходит и говорит, я полюбил слепую, можно брать или нет. Я не могу такого совета дать. Ты сам реши. Потому что даже ты можешь быть очень возвышенным человеком, но, допустим, у меня есть такой пример. Очень возвышенный человек взял слепую в жилу. Женщину слепую. А потом полюбил не слепую. Знаете, он остался со своей слепой. Он остался. Но что ему это стоило? Очень больших внутренних усилий. Он так страдал. Понимаете, когда человек заранее берет какую-то астезу на себя в личной жизни, которую ему трудно будет нести, никто не может сказать, бери. Если он берет, допустим, что женится на женщине, которая никогда не может родить ребенка. Никто не может сказать жене. Это твое личное решение. Хочешь нести, нож унеси. Понимаете идею или нет? Никто не может совет дать. Так и здесь тоже. Нельзя сказать, что это грешница, если она сделала аборт и не дала жить ребенку несчастной жизнью. Понимаете? Но это бывает редко. Вот такие случаи. Это редкое-редкое исключение. Чаще всего женщины делают аборт. Знаете почему? Потому что они думают. Денег нет. Места мало. Человек ненадежный. И поэтому я делаю аборт. Знаете, в чем ошибка мышления заключается? В том, что она думает, что она сама создает свою судьбу. Вот я вам сейчас расскажу, как бывает чаще всего. Вот женщина ребенка рожает. Ребенка рожает. И она покрывается таким румянцем. Она становится такая счастливая. Она становится такая красивая. Потому что она становится женщиной. Как женские качества проявляются только в отношениях с ребенком? Когда женщина становится женщиной, сразу же она становится привлекательной. Ее хочется взять замуж. И ребенок, часто маленький, не помекал вообще, не помекал. Второй вариант. Ребенок имеет свою карму. Если карма у этого ребенка хорошая, мать рождает ребенка, и у нее появляются средства на жизнь. Как они появляются? Никто не знает. Или наследство осталось. Или простая работа какая-то несложная появилась. Можно потихоньку работать дома между делами. Что-то происходит. Поднимите руку, кто столкнулся с этим жизнью. Есть какие люди? Пожалуйста. Но если вы думаете, что судьба не позаботится о вас и делаете оборот, вот за это вы будете отвечать по полной программе. По полной программе. Поэтому никогда не будете зачинать и вынашивать ребенка. Сразу женщина становится защищенной Богом. Молится она, не молится. Раскаивается, не раскаивается. Ведет правильную жизнь или не ведет правильную. Как только женщина забеременела, она находится под полной защитой Бога. Какой бы она ни была, Бог всегда на ее стороне. Поэтому, женщины, никогда не выкидывайте ребенка из своего тела. Потому что, когда вы это делаете, Бог никогда не будет на вашей стороне. Ну, за редким исключением. Если что-то сделал, есть для этого определенная жизнь. Все нормально. Ничего не произошло. Вы не знали. Если вы знали и сделали, вы тогда извините. А если вы не знали? Очень просто. Нужно раскаиваться, пока сердце не отпустит. Вот. Есть такие женщины, которые сделали аборт и сердце у них не болит за это. Есть. Означает, что они совсем отупели. Бог их лишил разуму вообще. Когда женщина сделала аборт и сердце болит, это значит, что она более-менее еще сохранила свою судьбу нормальную. Что нужно делать? Нужно молиться до тех пор, пока сердце не перестанет болеть. Вот это удивительно знать. Молишься, 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 молишься. В какой-то момент, раз, и отпустила. Значит, все. Будет нормальная жизнь теперь. Сколько это нужно времени? Обычно не меньше года. Каждый день раскаяния, не меньше года. После этого человек уже не хочет делать такой же поступок. Опять год придется раскаиваться. Непросто. Понятна система? Бросила мужа, зная, что потом помолюсь, пораскаиваюсь, и все будет нормально. Вот эта система не работает. Бог хитрее. Не думает, что может быть хитрее Бога. Если знаешь, что бросать не надо, не бросай. Если бросила, не знала, опять раскаиваюсь. Раскаиваешься, раскаиваешься, опять сердце отпустило, и все будет хорошо. Понимаете методику, нет системы? Внутреннее действие освобождает человека от проблем. Полностью освобождает, полностью. У нас нет в этом мире таких поступков, которые бы человек не мог облегчить свою участь, свою жизнь. Ко мне на консультацию разок пришел человек, а я по рукам смотрю на судьбу человека. На пальцах все нарисовано. Я смотрю ему на левую руку, которая отвечает за внутреннюю жизнь человека. И она у него, как у зверя, наполнена звериной энергией. Это только в одном случае бывает. Только в одном. Когда человек убивал людей. Я иногда посмотрел, у меня холодно в сердце. Такой холод жуткий наступил. Я смотрю на него. Думаю, ну раз пришел, значит я должен говорить ему правду. Я ему говорю, скорее всего в этой или в прошлой жизни вы кого-то жестоко убили. Он посмотрел на меня и говорит, не в прошлой жизни. Не в прошлой. В этой. И ни одного человека. Нет. Ни гинеколога. Наемный убийца. Он говорит, не в этой жизни, не в прошлой. В этой. Много людей убил. И посадили. Как-то повезло. Что делать? Я лекции слушаю. Хочу жить правильно. Я говорю, молиться. Он говорит, сколько? Я посмотрел, говорю, лет десять не меньше. Он говорит, здорово. Хорошо. Сильный человек. Десять лет будет молиться. Как минимум. Чтобы отлегчить свою судьбу. Чтобы нормальным человеком стать. Каждый человек может стать нормальным человеком. Нам не запрещено. Надо просто смело сражаться за свою судьбу. Смело сражаться. Что бы ты не совершил. Все это доделается для знания. Для знания. Понимаете? Для того, чтобы мы потом стали правильными. Все события в нашей жизни для этого происходят. Пора заканчивать. Что человек никогда не должен делать. Вы сказали. Первое. Разводиться. А что еще? Заканчивать жизнь самоубийством. Никогда нельзя делать. Это никогда не поможет. Это всегда только бед. Человек никогда не должен опускать руки в жизни. Допустим. Заболел. Ему плохо стало. Кто-то бросает. Никогда не надо сдаваться. Никогда не сдавайся. Всегда человек должен в сердце своем сражаться. За свою счастливую жизнь. Что еще никогда не надо делать? Никогда не надо поступать не по священным писаниям. Вот написано в священных писаниях. Простить. А ты говоришь. Прощать не буду. Вот этого делает брат. Никогда не надо. Потому что ты за это поплатишься. Понятно, да? Даже врага надо простить. Того, кто тебе плохо, зло сделал в жизни. Если ты не простишь, дальше новой жизни не будет. Вот женщина, допустим, мужчина жестоко бросил ее. Жестоко очень. Вот с детьми она осталась проголодь там одна там. Четверо детей. Работать не может. Маленькие дети. Жестоко очень бросил. Пока не простит, новой жизни не будет. Так и будет мучиться. Сначала надо простить этого человека. А потом Бог даст новую судьбу хорошую. Бог позаботит. Понимаете? Никогда не думай, что ты можешь не простить. Никогда не думай, что ты можешь надругаться над слабым. Допустим, у тебя есть жена, она тебя любит, верит, и ты убьешь. Ты за это ответишь по-любому. Как? Посмотришь. Ты думаешь, что никто не узнает, она там никому не скажет. Но ты ответишь все равно. Неизбежно. Неизбежно. Понимаете? Если женщина мучает своего ребенка, издевается над ним. Только потому, что он не может учиться нормально в школе. Или он, допустим, еще что-то не может. Она за это ответит тоже. Обязательно. Ребенок не может учиться, значит, и не может учиться. Все, ничего страшного, все нормально. Хороший ребенок или плохой? Конечно, хороший. Просто Бог ему не дал возможности вот хорошо учиться. Но зато он ему много чего другое дал. Чего вы не знаете и не думаете об этом. А надо ему именно это развивать. То, что Бог ему дал. Ну ладно. Вы не рассказали полностью, что никогда не заделал. Я никогда это полностью не расскажу. Это написано в священных писаниях. Изучайте, читайте. Я хочу извиниться перед теми людьми, которые приходят уже много лет на мои лекции. И они сегодня меня рассекретили. Они сказали мне правду, что я не говорю ничего нового. Хочу вам как бы открыться и дальше. Я родился в маленьком уральском городе под названием Серов. В малообразованной семье, в которой никто не имел высшего образования. Больше того, могу сказать вам еще многие интересные вещи о моей личности таковы. По отцовской линии, бабушка умерла от пьянства, дедушка умер от пьянства. По материнской линии, бабушка была алкоголиком, дедушка сразу слава Богу, нормально. Отец умирает от пьянства, мать терпит и сих порой. Вот кого вы ходите слушать. Понимаете, я вот что узнаю, то и говорю. Бог мне что-то дал узнать, вот немножко. Я вот это могу говорить постоянно одно и то же. Поэтому найдите себе больше, более глубокое знание. Найдите это в вере. Идите туда, где есть вера. И изучайте это глубже. Знание бесконечно по своей природе. Но я по своей природе не бесконечно. Я вот что знаю, то и говорю. Вот тысячу раз придете на лекции и узнаете, что будет одно и то же опять. Под разными названиями. Вот и все, что я могу вам сказать в дополнение к тому, что я уже сказал. 15 лет назад я об этом говорил и сейчас говорю одно и то же. Ничего у меня не прибавилось здесь за 15 лет. Ну вот так. Просто потому, что я хочу говорить только об этом. Я хочу вот эти простые истины людям говорить, чтобы они в жизни их применяли. И поэтому я хочу здесь много видеть новых людей, которые никогда не были на лекциях. Я поэтому лекции даю для них. Вот часто люди приходят, уже много лет слушают. Но я не для вас лекции даю. Для вас лекции надо слушать в другом месте. Вы должны уже давно быть там, где люди верующие собираются. Иметь наставника своего в жизни. И там развиваться дальше. А я здесь даю лекции для тех, кто пришел первый раз. Кто первый раз пришел поднять руку. Вот я для вас лекции даю, для вас. И кто второй там прийтий. Ну немножко ходили. Вот для вас и лекции. Сейчас мы будем повторять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА